Дорогие друзья, привет всем! Тут вот были разные новости про школьные рейтинги. Хотели было мы обсудить их, выступить там за или против, как-то подумать о том, в какой степени рейтинг имеет смысл, в какой не имеет. В общем, развести большую дискуссию. Но внезапно пришло сообщение, которое должно идти вперед любых других обсуждений. Так вот, нашу коллегу-соратницу Наталью Волкову выдавили из школы 144, где она работала в Санкт-Петербурге. Директор ее вызвала и заставила подписать увольнительную. Ну, отдельный вопрос, что бы было, если бы Наталья отказалась, под каким предлогом бы ее тогда выгоняли. Но давайте, друзья, поймем, что когда директор оказывает там жесточайшее давление на учительницу, особенно на девушку, ну, тут как бы трудно обвинять ее в том, что она не проявила там железную мужскую стойкость. Вот. Ну, в общем, что было, то было. Факт тот, что сейчас она пытается разобраться, за что и как. Понятно, она совершенно замечательная учительница. Она участвовала в куче проектах. Она там вместе занималась снижением бюрократической нагрузки в школах и в комиссию соответствующего ходила. Имеет там по этому поводу даже грамоты какие-то, да. И тут ее берут и безальтернативно увольняют. Без объяснения причин каких-либо, да. То есть совершенно надуманным предлогом. И вот вопрос. Это как бы на каком уровне это происходит? Ее просили там, типа, никому это не говорить. Говорят, вот вы должны поступить порядочно, не распространять информацию. О какой порядочности может говорить подлец, да, когда он это делает. Поэтому мы это наоборот должны максимально широко распространить. Варианта два. Первый вариант. Это что? Это локальный какой-то, значит, недоброжелатель, не знаю, может быть, уровня Петербурга. Вариант номер два стоит в том, что это Сергей Сергеевич Кравцов и его ведомство. Прямо напрямую. В случае, если разыгрывается вариант номер один, я думаю, что, сделав сейчас полную огласку по всем нашим каналам. Друзья, я еще раз призываю всех моих соратников. Александр Иванов, Петрозаводск. Миша Богданов, Санкт-Петербург. Я могу всех перечислять. Мистер Титчер, да, все, все, все. Вот каждый из нас должен обязательно это перепостить и об этом всем рассказать. Это должна быть информационная бомба. Если мы это не сделаем, то мы вообще никому не нужны. Вы поймите, вот каждый там сидит и в своем болоте что-то кричит, по 30 тысяч в каждом болоте, да, у кого-то 10 тысяч. Это ни о чем. Нас сорвут, вот согнут в бараний рог. Вот если сейчас мы не защитим девушку, которую по беспределу выгнали из школы, то дальше мы можем вообще ни о чем не говорить. Поэтому мы должны сейчас устроить полновесный информационный скандал. И тогда, если Кравцов не имел к этому отношения, то он ее восстановит, школу 144. А, соответственно, кого надо, накажет. Если же это шло от Кравцова, то Кравцова нужно снять любой ценой, потому что нахождение этого человека на посту министра просвещения в дальнейшем в этом случае означает угрозу просто самой русской школе и, соответственно, русскому государству. Вот что я хочу сказать. Поэтому я призываю всех, кто меня слышит, немедленно перепостить это видео и сделать так, чтобы этот скандал был максимально громким. Иначе еще раз грош дам цена. Всем пока.